Пожалуйста, большое внимание сюда, чтобы сейчас было все понятно. От вершины межзубного сосочка с обеих сторон мы откладываем величину, равную глубине рецессии. Если у нас глубина рецессии, например, 4 мм, от вершины в сторону основания сосочка мы откладываем с обеих сторон 4 мм. Это с головы взятая просто сейчас цифра, да, это любая глубина рецессии. Вот она у вас здесь. Значит, эта точка будет началом формирования хирургических сосочков. Именно отсюда вы начинаете выполнять от этой точки два вертикальных разреза. Теперь мы поговорим о форме этих вертикальных разрезов. Есть два варианта, которые я сейчас уберусь, положу второй. Дизайн лоскута предполагает два варианта. А в одном варианте, самом первоначальном, который предложил Лангер и Лангер, это был вот такой дизайн лоскута. С трапециевидно квадратными краями хирургических сосочков. А итальянская школа на сегодняшний день предлагает... Сейчас покажу. Предлагает вот такую модификацию, вот такую более скошенную, более эстетичную. То есть мы говорим о том, что вот этих вот двух зазуберинок у вас не будет, да? Мы их убираем. И когда мы будем сопоставлять анатомически доэпитализированный сосочек с хирургическим, у нас будет более плотное прилегание, более эстетичный результат. Потому что в области вот этих сосочков всегда возникают какие-то рапцовые, такие непонятные изменения. Вот именно такая стопроцентная точность, выполненная вот этого дизайна, разреза, она позволяет нивелировать вот эти эстетические погрешности при операциях. Я принимаю решение в момент оперативного вмешательства на основании чего. Я решаю, какой у меня будет дизайн лоскута, исходя из формы межзапного сосочка. Если он широкий и уплощенный, бывает просто анатомически вот у пациентов такие широкие уплощенные сосочки. Я выбираю трапециевидный дизайн хирургического сосочка. Если сосочки такие острые, длинные, такие худосочные, лучше тогда сделать вот эти острые краешки и смоделировать именно вот такой уходящий на нет вот эту плавную дугу. Конечно, у вас должна быть уверенная рука. Вы помните, что режете вы один раз. Никаких пилищек, да, движений быть не может. Один разрез выполняется. Потому что иначе у вас будет бахрома, и потом... Это заживет, но это будет некрасиво. Значит, отложили глубину рецессии от вершины в сторону основания межзапного сосочка. Выполнили, например, у нас длинные они сегодня, и мы будем выполнять вот такой вот разрез. Здесь мы начинаем выполнять внутри бороздковый разрез двусторонним скальпелем. Фактически вы параллельно оси корня зуба работаете в данной области. И выполняете вот здесь вот есть некоторый нюанс, который, к сожалению, почему-то в многих методиках вот так конкретно не описан. И не заострен, но на нем внимание. Я считаю, что все осложнения, связанные с неудачей вот этой операции, почему они на долгие годы забыли, или были предпочтения какие-то поиски в другую сторону, искали. Потому что вот этот нюанс, который Лангер описал, ну, в общем, не обратили на него внимания должного. Значит, полнослойный лоскут вы формируете только опекально, там, где у вас сохранена прикрепленная весна. Или в любом случае, даже если здесь прикрепленная весна нет, опекально над зенитом лицессий у вас всегда будет полнослойный лоскут. Опекально над зенитом лицессий у вас всегда должен быть полнослойный лоскут. Это очень важно, потому что там должна быть надкосница на лоскуте для того, чтобы было либо хорошее прикрепление и фиксация, если мы работаем по однослойной методике, либо, если мы работаем по двуслойной методике, эта надкосница даст регенеративный потенциал для пластического материала или для аутотрансплантата, для депозного питания, потому что вы кладете материал и аутотрансплантат на голый корень, а иногда еще и на луже, на поверхность имплантата одоленного. И у вас всегда вот эта зона должна быть полнослойная, потому что там должна сохраняться надкосница. А теперь особенности препарирования боковых участков вот этого дизайна лоскута, хирургических. Вот эта часть лоскута должна быть расщеплена, именно боковая, до мукогенгивальной границы. Я пытаюсь понять, какой фломастер будет на лучшем сейчас. он, знаете, что, он светло-розовый, к сожалению. Хотелось бы красный, но он светло-розовый. Вот это мукогенгивальная граница. Значит, до нее вы расщепили боковые участки нашего следственного костичного лоскута. А пекальная центральная часть у вас полнослойная. А теперь лоскут становится резко... Попробую розовый взять. Все-таки немножко, может быть, будет видно. Расщепленный. Не видно, да, ничем? Сейчас, ну, значит, я возьму желтую. И теперь лоскут становится расщепленным. После мукогенгивальной границы. Зачем нам это нужно? Мобилизация. Понятно. Ну, да, все очень просто. То есть, не надо скелетировать с листьями классичный лоскут до уха или до угла нижней челюсти. Достаточно чуть-чуть зайти за мукогенгивальную границу и начать мобилизацию. Чем больше ткани вы сохраните, да, неразможженным и нетравмированным, тем быстрее у вас все это заживет. Меньше будет отек и не будет осложнений у пациента. Это тоже, конечно, характеризует хирурга, да, с определенной точки зрения, когда пациент после операционного периода переносит хорошо. Не только добиваясь результата, но еще и благоприятное течение после операционного периода для рецессии очень важно. Значит, мы сформировали с вами слизько-медкастичный лоскут. Так, а вопрос можно? Да. А пригребненная часть зачем расщепляет? А мы и не расщепляем. Не расщепляем. А она, наоборот, синяя, это полнослойная. Нет, вот краевые. Сейчас, сейчас, сейчас туда придем. Вы чуть-чуть опередили просто событие. Я не закончила метод. Естественно. Откинутый, мобилизованный слизько-медкастичный лоскут полнослойный, расщепленный у нас такой, он комплексный. Мы убираем. И возвращаемся к анатомическим сосочкам. А теперь легким движением нового скальпеля мы начинаем расщеплять вот эту зону. То есть, деэпитализируем в данном случае, потому что вы не приподнимаете же сосочки. Вы просто очень аккуратно деэпитализируете вот эту часть на глубину рецессии. Это называется деэпитализированный анатомический сосочек. Когда вы переместите свой лоскут коронально и сопоставите хирургический сосочек с мобилированной, расщепленной вами, с деэпитализированным анатомическим, что произойдет? Продолжение следует...